МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждая точка маршрута имеет огромное значение. Царская дорога, Новый Иерусалим, паломничество в Савино-Строжевский монастырь и многие другие. Их изучение необходимо для сохранения истории и культурных традиций России. Совершенно разные темы, но все они одинаково востребованы, потому что люди интересуются, люди хотят, чтобы на этих местах создавались памятные доски, памятные музеи, мемориальные комнаты, чтобы было куда прийти с детьми, чтобы было где показать, посмотреть фильмы об этих событиях, чтобы можно было взять какую-то литературу, получить какую-то информацию. Обо всем об этом мы заботимся и хотим, чтобы эта информация полностью соответствовала исторической правде. Интерес к истории императорского дома огромен. Эксперты, историки и архивисты, представители туристического сообщества и церковных, и общественных организаций вновь приняли участие в работе чтений. Само место проведения, бывшее имение великого князя Сергея Александровича и его супруги Елизаветы Федоровны символично. Все, что связано здесь, и тем более эта земля, которую они любили, Ильинское Усово, Великокняжеское имение. Поэтому, ну как здесь не проникнуться этими идеями, мыслями и почитать Елизавету Федоровну и крестовую сестру Варвару. Возвращение исторической памяти – главная цель научной конференции. Но есть еще одна важная цель, которую ставят перед собой организаторы Елисаветинско-Сергиевских чтений. Это развитие внутреннего туризма. К сожалению, для большинства людей сегодня, в России, национальной идеей является перебраться в городскую, в Санкт-Петербург, где есть работа, где вроде бы кипит жизнь, где есть какая-то светская жизнь. А наша задача – не просто удержать людей на местах, где они живут, жили и будут жить их детям, а показать им огромность, уникальность их исторических мест. 23-е Елисаветинско-Сергиевские чтения продолжились в Казанском Кремле. Казань Елизавета Федоровна любила и побывала в ней 13 раз. Сегодня этот прекрасный город – один из хранителей памяти о Великой Княгине.